Сплав опыта и молодости в борьбе с коронавирусом лишние руки не помешают. И помощь врачам, и разгрузка для них в такое сложное время. Более двух с половиной тысяч студентов-медиков направлены в поликлиники и больницы страны. Алло, здравствуйте. Екатерина Валентиновна? Это вас из поликлиники беспокоят. Как вы себя чувствуете, скажите, пожалуйста? Нормально, все хорошо. А жалобы какие-нибудь есть? Кашель, температура? За день Виктория Оргиш обзванивает десяток пациентов с диагнозом коронавирус. Главное, признается услышать. Нет жалоб, все хорошо. Уже больше недели второкурсница медколледжа помогает старшим коллегам в колл-центре. В медицину пришла по примеру старшего брата. Мне всегда нравилось помогать людям. Это была мечта моего детства. Я считаю, что мечты для того и существуют, чтобы их осуществлять. Всего с Бобруйского медколледжа в первой поликлинике трудится 27 студентов. Сейчас у них должна была быть теория, но на деле вышла практика. Но и в этом, говорят специалисты, есть свои плюсы. Они обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты и, конечно, оказывают нам огромную помощь. И вместе с тем приобретают тот незаменимый и необходимый опыт, который им, безусловно, пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности. В поликлинике номер 3 будущие медики участвуют в социальном проекте «Взаимопонимание и поддержка». Ребята помогают пациентам, которые не могут посетить аптеку или учреждение здравоохранения. Среди них одинокие пожилые инвалиды. Работает это как экспресс-доставка. Волонтеры прямо домой привозят все необходимые лекарства. В основном работают по бесконтактной схеме. Будущему медику очень важно участвовать в таких проектах, поскольку это воспитывает в нем человека, любя показывает, насколько он способен относиться к людям с добром и насколько он отзывчивый, и нужно ли ему быть медиком в дальнейшем. Пока одни доставляют лекарства, другие помогают врачам принимать пациентов. Перед тем, как приступить к работе, необходимо экипироваться. Теперь без одноразового халата, масок и перчаток никуда. Это безопасно. Под контролем студентов вес, рост, давление. Благодаря их помощи удалось хоть немного, но разгрузить очереди. Всего же в третьей поликлинике проходит практику 8 человек. Уже совсем скоро они закончат свое обучение. На выходе получат специальность «Медицинская сестра». Многие из них уже прошли этап работы младшей медицинской сестры. То есть это санитарки в учреждениях здравоохранения города. То есть это большой плюс. Они пришли, выбор их осознанный, правильный. И они стараются. Очень старательные, очень хорошие дети. Очень добросовестные к своим обязанностям, к учебе. Ну и вообще ко всем поставленным целям, которые стоят в колледже. Ноу-хау третьей поликлиники – новая телефонная линия. Инфо-3. Открыта она на базе колл-центра, который работает уже 10 лет. В первую очередь по номеру 71-61-37 специалисты ответят на все вопросы, которые связаны с коронавирусной инфекцией. Здесь же выпишут алон к врачу, минуя регистратуру. И в целом расскажут всю информацию о работе учреждения здравоохранения. Для организации работы любого учреждения очень важны ресурсы, как всегда. Базовый уровень – это кадры и оснащение. И сегодня в этих направлениях, конечно, мы получаем значимую помощь. Ну, первое, у нас подключены интерны в работе ковидных контактных групп. Второе, у нас помощники врача получили возможность выдачи, выписки больничных лесков нетрудоспособности. Ну, и в-третьих, вот в частности у нас на практике сейчас работают студенты медицинского колледжа. Это наша будущая смена, это наши будущие коллеги. В городских поликлиниках, детской и больнице скорой медицинской помощи учащиеся медколледжа трудятся 17 ноября. Практика в такое горячее время – не просто помощь старшим коллегам. Это погружение в профессию без прикрас. Но сколько бы сил и людей не было брошено на борьбу с коронавирусом, главное, говорят медики, – это личная ответственность. Все зависит только от нас самих. Носите маски, соблюдайте дистанцию, ведите здоровый образ жизни. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруськ, 360.